Уважаемые подписчики, сегодня мы решили посмотреть, мы подставляли тест на клеточки, видео было. И сегодня мы, я уже смотрел несколько раз там, ну и сегодня мы посмотрим, что у нас здесь появилось и есть ли что или нет. Пожалуйста, приготовимся и посмотрим. Это пчелки слетят назад. Вот, ага, тут так как я смотрел вперед, сейчас мы немножко дымнем, чтобы им было приятно. Погода сегодня теплая очень, вот, но пчелки спокойные почему-то, а почему, я скажу почему. Я смотрел здесь уже, как помните, я говорил, матка вышла, я видел матку, которая вышла. Вот два колодца, матка, которая бегала уже вокруг и нам приходится сейчас посмотреть те маточники, которые остались. А те маточники, которые, они уже успели разгрызть, я уже говорил, что мы не успели. Когда не успевает человек раньше времени, матка вышла, то она уже торопится разгрызть. Как все знают это самое, эту ситуацию. Итак, что у нас здесь, сейчас я гляну, секундочку. Тут еще маточник не вышел, пчелки бегают. Здесь поглядим, сейчас я не вижу, что у нас здесь. Здесь похоже, что маточник открыт. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, что-то он или разгрызенный, или открытый. Сейчас пригляжусь, матка есть, чиня. Секундочку, посмотрим. Снимем. Да. Вот она, маточка бегает, видите? Вот она, вот она, вот она, черненькая, вот она, видите? Черненькая вышла маточка, видите, вот она, в клеточке. Сохранилась. Мы ее временно накроем сейчас назад. Для чего? Мы ее отставим, эту рамочку. Но сначала найдем другую маточку, которая раньше вышла. Потому что две матки, конечно, они не смогут. Но в запасе получилась одна маточка с этой семьи. Черная здесь я не вижу. Она, по-видимому, перешла на другую клеточку. Эту рамочку мы полностью отставим. Смотрим здесь, что у нас. Здесь маточник, видите, еще не разгрызенный. Вот, чуть-чуть этих самых пчелок сюда побольше. И продолжим их сохранять. Этот маточник, он будет поздний маточник. Вот. Итак, что мы получили с этой семьи? Один маточник еще не разрезенный. И одна матка молодая, неплодная, вышла. Итак, временно поставим ее пока здесь. А потом мы эту рамочку отставим в нуклеус. И добавим туда рамочку меда. И с пчелами полностью. И пчелы ее сохранили. Итак, эта система работает. Не на все 100%, но работает. Смотрим здесь. Это чуть-чуть на пресмедово. И тут на пресмедово. Я видел, что здесь бегала другая матка. Поэтому я хочу показать, что здесь и другая матка есть. И чтобы вы убедились, что я не придумываю ничего. А делаю правильно. Стараюсь показать правильно. Нахмурилось, возможно, ветерок небольшой. Может быть гроза. Поэтому мы... Эта самая погода чуть-чуть... Эта самая прохладненькая стала. Приятно. И постараемся найти матку. Я видел ее здесь. Тут была не черная матка. Что разница-то черная какая-то вышла. Кто-то-то ее оплодотворил. Не так или... Вот. А то была не черная матка. Белая. Вот. Гоняем. Семья, как видите, спокойна. В прошлый раз она была агрессивная. По той причине, что... Долгое время маток не было. И она была агрессивная. А сейчас она очень спокойно. Не вижу, куда делась матка. Вот. Но я видел ее, что она бегала. Вот. Ее очень трудно найти. Молодая все-таки. Вот. Итак, смотрим еще одну рамочку. Может она на той. А может на облет полетела. Сейчас хорошая погода. Была солнечная. Сейчас только что тучки нахмурились. Могла и полететь на облет. Потому что три дня уже прошло. Разные матки бывают. Это чисто медовая. Не вижу. Здесь не вижу ничего. Ок. Ставим на место. Не будем время убивать. Сейчас еще раз быстренько глянем. Если что, потом проверишь, выкинешь лишнее. Ветер надувает. Просто сейчас туча, наверное, громаднее вся. У-у-у! Сейчас будет гроза, наверное. Ну, хорошо. Пока оставим это. Мы подождем. Может еще один маточник выйдет. А эту рамочку, которая с маткой, мы намерены переставить вот такой нуклеем. покажу итак друзья раза прошла мы решили все-таки найти матку пчелы после дождя стали срочно вылетать потому что сидели изнутри не сдай отсюда вот я решил посмотреть нашел матку хочу показать вам матку сейчас я гляну где она тут бегает вот и покажу матку которая раньше вышла здесь она бегала и отставлял секундочку на ту сторону перешла на поглядим с этой стороны вот она вот она вот она вот она видите матка вот она побежала вот молоденькая вот 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 под пальцем ветерей вот она протягиваю вот она на брусочек вылезла вот она вот она молоденькая маточка видите да вот она приблизь ее хорошенько чтобы видно было вот она вот она прячется 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 вот она вот она ванна ведь и молоденько это маточка вышла первая она видите не черная совсем другого вида мы ее оставляем здесь вот рамочки сдвигаем ай-яй-яй-яй надо было не долго это вот трошки с медом здесь достаточно а на эту рамочку сейчас попробуем посадить уже готовую матку которая вышла мы ее пока временно сюда отставляем снимаем колпачок где готовая матка и пробуем пересадить сейчас смотрим где она нас тут готова по-видимому она здесь а готовая вот на этом колпачке вместе с пчелами с колпачком сразу ставим туда я смотрю дина на ту точке она вышла вот она вот она вот она вот она вот она видите видите эти вот она девять черная мы ее ставим сюда и все здесь остался один колпачок с маточкой меня сюда оставляем назад проверяем как он плотно сидит чине вот она сидит хорошо все ставим на место для дальнейшего так сказать обслуживания вылечивания ну вы выхода матки пошли на на облет потому что очень очень хорошо им стало после дождя погода вла тепленько сейчас мы их побрызгаем чуть-чуть чтобы они убежали потому что от воды они быстро уходят и легко накрывать не подавишь пчел пчел пчелок залеется вот и так маточку мы отсадили на другую рамочку вот ну эта рамочка с медом с пчелами что мы можем сделать мы можем ее выпустить чтобы она бежала здесь где она побежала тени я не вижу куда она делась черная ты заметил что она побежала че на вот она вот она вот она черная видите черная маточка вот она ведь и никто ее не обижает вот она пошла туда в отверстие вот на ту сторону вот вот она и сюда побежала на эту сторону где она тут вышла вот она наверху видите приблизи вот она вот она черненькая молоденькая вышла хорошая что что мы делаем последующее действие как я уже показывал меня есть нуклеус это рамочка с медом частью с пчелами часть пчел слетит на нас устраивает вполне достаточно это не тяжело когда вы не имеете возможности отставить разводить специально мата кто вы просто отставляете рамочку с медом поставили туда матку с того же улика желательно на рамочку с медом с того же улика достаточно вот закрываете и открываете литок литок сюда посмотри вот литок часть пчел естественно слетит часть пчел останется вот и так вот так работает клеточка 2 маточник мы поставили еще на дозревание возможно через день через два она выйдет или на или сегодня к вечеру ну это нас не волнует просто я показал как они работают очень хорошо подписывайтесь ставьте лайки и запасе имейте и такие колпачки клеточки которые можно использовать по надобности когда вы занимаетесь осматриваете улик раз видели маточник накрыли через пять дней глянули не вышла матка че не вышло все будет работать подписывайтесь лайки клеточки можно посмотреть на страничке которая ниже под видео удачи до встречи на следующем видео